Сергей, привет. Да, привет, Артём. Ты пензьянин, правильно я сказал? Ну, вообще два варианта. Кто-то говорит пензюк, кто-то говорит пензенцы. То есть пензюк — это тоже не обидно будет? Ну, кто-то обижается, мне нет. Даже наоборот, как прикольно, как мило звучит. А, то есть пензьянин неправильно, пензенец. Ну да, либо пензенец, либо пензюк. А, всё, извини, пожалуйста, да. Я не чувствую. Ага. Расскажи, получается, тебе 18 лет, да, ты сказал? Да, на данный момент 18 лет, вот всю жизнь прожил здесь. Ты можешь о себе сначала немножко рассказать, чтобы мы в ключе твоей личности тоже воспринимали всё это? Так, ну что, я, собственно говоря, родился уже здесь, в городе. Живу за городом, буквально минут 20 на машине мне до города ездить. Вот, проучился в местной школе. Параллельно часто очень в пензу выезжал, потому что я лет с 14 работал на агентство анимационное, соответственно, работал в городе. Сейчас учусь в университете, соответственно, тоже постоянно в городе. Наблюдаю, смотрю. Как-то так. Ну и плюс работа у меня достаточно, в каком-то плане, можно сказать, медийная. Я профессиональный фотограф, и, соответственно, по разным уголкам города приходится ездить. Ну, то есть ты хорошо знаешь город, да? Можно так сказать? Да, да, да. Ага. Хорошо. Тогда давай про пензу немножко расскажи. Общую сначала информацию. Вот примерно сколько там населения, что из себя город представляет? Ну, пенза — небольшой городок. У нас население непосредственно в городе в районе полумиллиона, 540-550 тысяч, что-то такое. Сам город тоже не славится своими размерами, но, тем не менее, достаточно чистый, аккуратный. Есть, конечно, да, не самые приятные районы, но в целом так, если в течение дня катаешься по городу, то каких-то приятных глазу мест больше, чем неприятных. А находится город где примерно, ну, то есть в какой части России и что есть рядом, какие города? Ну, это центральная часть России относится к городам по Волжье, хотя Волга у нас здесь не течет. Вот, если смотреть там ориентировочно от Москвы, то это где-то 700 километров у нас расстояние. Какие города в какой, ну, на каком расстоянии примерно еще есть? Ну, вот Саратов на расстоянии где-то 250 километров, Саранск, там 100 с небольшим, Самара, Казань по 450-500, вот так вот. А, ну, то есть, в принципе, такое, можно сказать, в центральной части России, где все как рядом. Да, 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 центральная часть России. А вот ты сказал про воду, да, про речку. Вот вообще какие водные есть объекты? И город находится на равнине, вот немножко такую географию можешь рассказать? Ну, по географии у нас вообще, как говорится, город на семи холмах, много подъемов, спусков, пешком иногда устаешь ходить по городу, вот. Что касается водных каких-то объектов, основное — это река Сура, вот. Не самая большая река, не самая маленькая, протяженность там около 900 километров, ширину она 100-150 метров, там, в зависимости от района. Ну, и непосредственно Сурское водохранилище, оно немножко за городом располагается, достаточно большой объект, там и отдыхают, и рыбачат, и деревушки там стоят, красивые места достаточно. Вот, ну, есть какие-то маленькие реки, есть непосредственно речка Пенза называется, тоже впадает в Суру, протекает через город, есть Пензятка, вот, ну, и в целом очень много каких-то небольших рек. То есть в городе вообще много водных объектов, да? Прямо в городе, не сказал бы, у нас есть непосредственно две набережные, одна в центре города, одна в спутнике. У нас спутник — это такой достаточно новый микрорайон, туда даже в своё время Медведев приезжал, когда он открывался. Вот, да, две набережные, в центре просто как прогулочная, открыли водное такси, которое возят от как раз-таки центральной набережной до набережной в спутнике. А в спутнике уже и развлечений побольше на набережной, и пляж есть муниципальный достаточно большой, и беседки там для отдыха. То есть набережные хорошо, да, благоустроены? Да, вполне неплохо. Если мы говорим про центральную, то там идеально просто посидеть, пообщаться с друзьями, может, там, почитать что-либо. И в целом всё это очень симпатично. А вот в спутнике можно прям поразвлекаться. Там у нас самое большое колесо обозрения в нашем городе. У нас там тоже куча каких-то фудкортов, ресторанчиков, парк есть. Ну и просто можно вот отдохнуть, условно, там, покупаться, шашлычки пожарить, пофоткаться, что-то такое. А, официально разрешено купаться? Да, конечно, там обустроенный пляж. О, отлично. Притом, ну, такой достаточно большой, с буйками, и без стихи. О, это классно. Это редкость, когда можно в городе купаться официально. Ну, просто это уже считается, как бы, окраина города. Поэтому там более-менее чистая вода. И там не совсем река, там идёт Терновский затон. Что-то типа такого огромного озера. Не знаю, вырытое оно искусственное, либо там оно так и было. Но там рядом руссельские карьеры располагаются, где выработка шла. Возможно, и выкопанное место. И там, соответственно, течения как такового нет, и вполне приятные места. Насчёт архитектуры. Расскажи, вот какая, где, в каких районах и в центре? Архитектура в центре. У нас остались, конечно, какие-то более-менее исторические сооружения. Но стоит учитывать то, что Пенза сам по себе не сказать, что прям старинный город. Где-то 360-370 ему сейчас лет. И, к сожалению, много старых зданий у нас не реставрировались, а либо сносились, либо просто завешивались вот этими ужасными баннерами. А так, да, есть некие исторические сооружения. Ну, опять же, относительно самого города, а не в целом, если брать. Это у нас стоит достаточно красивое художественное училище. У нас есть красивая картинная галерея, тоже здание, еще старой постройки. В центре есть домики какие-то, тоже оставшиеся еще с тех времен. А так, в основном, все-таки застраивается многоэтажками. Какие-то и торговые центры есть, тоже абсолютно новые постройки. Драмтеатр. Я тебя перебью. Такой вот исторической среды, когда там одна или несколько улиц восстановлены, и они прям красивы, и архитектурно такого нету, да? Ну, вот так, что прям полностью нет. Вот рядом у нас с университетом, да, там остались какие-то исторические строения симпатичные, но в основном они либо уже в ужасном состоянии, их не реставрируют и просто закрывают вот этими паннерами, похожими, из очень большого, далека, с плохим зрением на домике. Вот. Либо полностью сносят и ставят уже новостройки. И много, наверное, в городе хрущевок и панелек тоже, да, советского типа? Да, достаточно много их осталось, но, кстати, в центре их не сказать, что много, а если есть, то они немножко спрятаны. То есть в центре всё равно приятно погулять, и приехать в Пензу вообще погулять это хорошая идея? Ну, если будете проездом, да, или есть какие-то родственники, туда стоит приехать целенаправленно, я бы, наверное, не стал. Есть для этого более интересные города. А так, в целом, да, вот даже мне, как местному жителю, порой приятно выйти там по Московской улице погулять. Она красивая, ухоженная. Расскажи, пожалуйста, про городские власти. Вот ты сказал с архитектурой, да, есть проблемы. Вообще, насколько вы сейчас, у вас сейчас адекватные городские власти, там, мэр, губернатор, и как это было последние, там, 10, там, 15 лет? Слушай, скажу честно, я достаточно аполитичный человек и особо в дела государства не лезу, но там, тем не менее, то, что я вижу, дороги в неплохом состоянии в целом-то, на самом деле, ездить можно. У меня, у самого просто достаточно низкая машина, я проблем с этим не испытываю. Вот, опять же, там, дома новые строятся, улицы вроде как убираются, чистятся. Да, не всегда идеально, но и, что прям ужасно, тоже не могу сказать. То есть, в целом, есть ощущение, что за городом следят и как-то он развивается нормально? Ну, скажем так, скорее ощущение то, что на него не совсем закрыли глаза, вот так вот. Ага, я понял. Ага. Какие-то парки красивые есть и появляются ли новые? Касаемо новых не припомню, чтобы вот прям последние несколько лет это что-то такое было. А так, по зелёным зонам, да, есть, у нас есть очень приятный небольшой парк в Арбеково. Арбеково у нас сейчас считается таким одним из самых благоприятных районов, там куча новостроек, хорошо налажена инфраструктура. Вот, там есть зелёные зоны на Западной Поляне, тоже очень густо, очень популярный район у нас, там, потому что стоит и университет у нас в самой крупной городе, и от центра это совсем рядом. Там есть как и Западная Аллея, это просто пространство, по которому можно погулять, покататься на роликах, зимой на лыжах, там на велосипедах и прочее. Также там стоит парк Белинского, он больше такой развлекательный, там аттракционы стоят, ну и также много зелени, можно и покушать, и отдохнуть, и покататься, каруселек в принципе хватает, и порой даже вот взрослому человеку есть на что посмотреть, куда сходить. А и непосредственно спутник, там тоже есть аллеи, симпатичные места. Так что да, с зеленью в целом в городе проблем нет. Расскажи немножко про общественный транспорт, вот каким транспортом представлен город, есть ли трамвай, троллейбусы, или только автобусы, если автобусы, то какие? Трамваев у нас нет, метро у нас нет, троллейбусов у нас мало, в основном это автобусы и маршрутки. По общественному транспорту у нас есть большая проблема, до сих пор во многих общественных транспортах нельзя расплатиться карточкой. Только наличка. Только наличка. Ну вот в автобусах уже, да, с терминалами ходят, но у нас очень много маршруток, в маршрутках терминалов до сих пор не стоит. Я был в городах меньше, чем Пенза, и в целом, да, там относительно много, где побывал. По-моему, только в Пензе такая проблема сейчас. Ты знаешь, я сколько был по городам России, я вообще первый раз слышу, что такое есть где-то. И немножко ты меня удивил, конечно. Вот, у нас такое есть, это, конечно, можно записать в проблемы, но в целом, там, взять с собой 100 рублей, наличка, не сказать, что как-то тяжело. По транспорту такая достаточно забавная ситуация у нас, потому что, с одной стороны, в городе по любому маршруту ты очень быстро можешь сесть на нужный автобус либо маршрутку, то бишь, ждать приходится редко. Буквально в течение пяти минут нужный транспорт подходит, но при этом они почти всегда заполнены. То есть, недостаточно просто, да? Вот, как будто бы да, хотя ездили достаточно много, как вот я уже сказал, то, что на остановке редко ты больше пяти-семи минут проводишь, но тем не менее, его как будто бы не хватает. Вот, возможно, проблема в том, что да, много маршруток, у них все-таки вместимость меньше, чем в полноценных автобусах. Вот, если брать автобусы и маршрутки, чего больше? Слушай, наверное, один к одному. Ага, то есть, и того, и того много? Да. Ну, в общем, проблемы есть с общественным транспортом, очевидные, и троллейбусы тоже старенькие, да? Троллейбусы, да, троллейбусы у нас достаточно древние. Ага. Вот ты сказал, что дороги более-менее нормальные, да, в городе? Да. Что с чистотой, порядком, насколько убирают его? Ну, если мы берем сейчас такие основные районы, это центр, спутник, Арбеково и Западная Поляна, там достаточно чисто, их убирают, следят за ними. Вот, есть, конечно, более грязные места, такие, как, например, район Север, Шуист, ГПЗ, там с этим похуже, но, тоже не сказать, что прям критичная ситуация. Опять же, я в разных городах бывал, Пенза в этом плане не самый плохой город. Что касается школ и детских садов, ну, я знаю, что ты вот школу-то окончил уже, да, но все равно, наверное, слышал что-то и знаешь, что особо их проблем нету, я так понимаю, да, наверное? Ну, вот, как я вижу эту ситуацию, исходя там из опыта общения с теми людьми, с которыми я общался, да, с этим каких-то больших проблем прям нет. Школы, школ хватает, детских садов тоже. Ну, город, город не сильно, ну, как бы, в город не сильно едут, да, так или, как вот, больше уезжают или приезжает много тоже людей? У нас отрицательная демография по городу, то есть, у нас, если смотреть общий показатель смертности и выезда из города, он больше, чем приезды в город и рождаемость. То есть, город теряет население? Да, 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 демография на данный момент отрицательная. По медицине, есть ли что-то, что тебе сказать? Хватает как и муниципальных больниц, так и платных. У меня были в детстве немаленькие проблемы со здоровьем, прекрасно, в муниципальной поликлинике, поставили на ноги, все было хорошо. То есть, у тебя просто редко, редко когда, кто говорит, что более-менее нормально, нормальная медицина в городах, то есть, пензии у тебя, по твоим ощущениям, более-менее? Ну, да, вот опять же, как я несколько лет был инвалидом в детстве, спокойно, бесплатно меня поставили, на ноги, все хорошо. Еще и врач был очень хороший, он сделал это куда быстрее, чем по идее, я должен был встать. Я попрошу подписчиков тоже написать про медицину, потому что, ну, прямо хочется получше узнать, да, этот вопрос. Вот, ребят, напишите в комментариях, да, кто смотрит. Есть иногда, конечно, проблемы с очередями в бесплатных клиниках, но у нас не такая дорогая платная медицина. Можно платно, если что. У нас и к зубному не так дорого сходить, да, как бы это комично не звучало, у нас и всякие терапевты, педиатры, платные, тоже не дерут какие-то сверх цены. Обычный человек может себе позволить в случае чего там не ждать в очереди, а записаться в платную поликлинику. Ты сейчас живешь в съемной квартире? Нет, я живу в частном доме. Это с родителями, да, или один? Вот на данный момент временно, да, пришлось вернуться. А, ага. А ты знаешь что-нибудь про аренду или про стоимость вообще покупки жилья? Да, я 15 лет жил отдельно, вот. Если мы говорим про покупку, то квартира в новостройке однокомнатная будет стоить в районе трех-трех с половиной миллионов, двушка, соответственно, ближе к пяти. если мы берем аренду квартир, да, там вот как у меня сейчас друзья знакомые снимают, потому что к нам в универ много едут ребят с области, и, соответственно, им надо где-то жить. Даже в центре, либо очень рядом с центром можно вполне снять однушку, да, с не самым свежим ремонтом, но в целом со всеми удобствами в районе 10-12 тысяч, ну, плюс коммуналка. Коммуналка у нас не сильно высокая, летом это где-то две с половиной тысячи плюс-минус, зимой тысячи четыре, то есть, ну, в целом вполне оправданные деньги. Комнатную квартиру можно найти за 15-17 тысяч, да, это тоже будет без там евроремонта, но удобств хватает, жить в этом можно. Средние зарплаты в городе сколько примерно? Ой, если верить статистике, то там под 50 тысяч, да, вот по факту, то, что я вижу где-то 35 плюс-минус. То есть, ну, 30 это нормальная зарплата, да, такая в городе? Ну, в целом, да, у нас достаточно много людей, которые на 30 тысяч живут, вот, и, соответственно, зарабатывают эти деньги. До Москвы добраться самолетом и поездом можешь рассказать, сколько по времени и по деньгам? Ой, поездом тысячи две, наверное, рублей, по времени это часов 10-12, по-моему, может, 8, кстати. Самолетом тысяч 7, по-моему, в среднем билет стоит. Самолетом там буквально часа два лететь. И мы не коснулись еще темы каких-то крупных предприятий, заводов, то есть, как вот вообще с работой в плане таких вот моментов? Ну, у нас есть химический завод, есть завод ГРАС, он детали делает, но вот ГРАС, он за городом располагается, в деревне, где я живу, в поселке, точнее. ТЭЦы у нас есть. То есть, крупные заводы есть, да? то есть, крупные какие-то? Имеются, конечно. Там завод по производству масла растительного, по-моему, целлюлозное производство. Расскажи про, как вот летом, с мошкой, с комарами, есть проблемы? Могут быть, но не часто и не какие-то прям сильные, на самом деле. Вот, по крайней мере, в городе с этим проблем прям нет. Ну, опять же, как мне кажется, там для жителя поселка. Можешь описать четыре времени года и как примерно, вот какая зима, насколько суровая и какое лето, сильно ли жаркое? Так, ну, если по климату, летом, в среднем терпимо, где-то 20-25 градусов, но порой, вот особенно в августе, поднимается в районе 30, и прям очень жарко, тяжеловато в маршрутках, все потеют, на улицах потеют, достаточно тяжело. Потом осень, вот последние года достаточно теплый сентябрь, вот особенно в этот раз мы чуть ли не до середины октября нам в кофтах могли ходить. Вот, а так первый снег уже, ну, где-то в конце октября, в ноябре выпадает. Ну, и, соответственно, ладо не наступает. Зима, декабрь зачастую более-менее мягкий, январь уже что-то такое среднее, минус 10, минус 15, и вот в феврале могут, да, вдарить морозы под минус 30, но они держатся от силы несколько дней. А так в среднем минус 15, минус 20, да? Ну, я даже сказал, ближе к минус 7, 8, вот так вот. То есть, зима прям теплая, да? Ну, относительно, да, как бы, конечно, пуховик приходится надевать, но и нет такого, то, что носа из квартиры не высунешь. Ну, через ноль не переваливает зимой, да? Выше нуля? Нет, зимой не бывает. Ну, в феврале, там в конце уже, ближе к марту иногда, да, может быть. Ну, и там в самом начале декабря. Как ты сам оцениваешься экологическую ситуацию в городе? Нет ли проблем, нет ли загрязнения воздуха серьезного? Вот если брать именно загрязнение воздуха, то чего-то прям критичного я назвать не могу. В целом, дышится легко, свободно. Но есть проблема с выбросами в Суру. У нас, да, как я уже говорил, основная река в городе — это Сура, и туда достаточно много предприятий сбрасывают свои отходы. Вот это все-таки очень приятно. Насколько я вот читал, в том году у Суры четвертый индекс загрязнения из пяти возможных. Ого! Это очень грустно, потому что раньше Сура славилась своей чистотой. У нас очень много стерлядя водилось даже. Вот на царские столы в Москву возили стерлядь именно нашу пензенскую. А, кстати, насчет Пензы сталкивался ли ты с какими-то стереотипами со стороны людей? Вот ты говоришь, что ты из Пензы. И они такие, о, так это же там вот, или такого нету? Ну вот чего-то такого нет, не было. Бывало такое то, что говорили, а мы так и думали, вот по говору узнали. То есть какой-то говор, может быть, да, у вас есть? Хотя я не чувствую. Ну вроде как, у нас такое немножко нараспев идет, как люди говорят. Можно ли назвать город зеленым? 50 на 50. Смотря какой район. Если мы там берем западную поляну, то да, она достаточно зеленая. Центр Арбекова, ну что-то такое среднее. Сергей, ну спасибо тебе огромное. То есть прям такое, знаешь, знакомство получилось у нас, да, с городом. Я про Пензу вообще ничего не знал. Я, честно говоря, думал, что она побольше по населению, и это было для меня вот удивление, что там не так, много людей живет. Скажи, пожалуйста, можем ли мы оставить твои какие-то данные, да, ты же фотограф, и у тебя много, наверное, фотографий Пензы. Прям с фотографий Пензы у меня не сказать, что сильно много. Вот, я больше занимаюсь портретами, свадьбами, чем-то таким. Вот, данные, да, конечно, с удовольствием я только рад буду. Ну тогда в описании ребят мы оставим, да. Ну вообще, спасибо тебе большое, что ты написал. В последнее время что-то мало кто пишет из ребят. А вот очень хочется как раз новые какие-то города раскрыть, которые у нас на канале мало, ну, мало раскрывались, да, мало мы о них говорили. И вот эта рубрика, когда местными жителями, да, глазами местного жителя, да, все это рассматривается, она прям неинтересна, мне хочется ее, чтобы было побольше. поэтому, если кто-то нас смотрит, тоже вот, не стесняйтесь, пишите с радостью, вот, тоже поговорим про ваш город, очень было бы любопытно узнать. А тебе, Сергей, спасибо еще раз, контакты обязательно оставим в описании, да, спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока, Сергей, пока. Да, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok